Исмелляхи рахмани рахим. Я в личном качестве имею прямое отношение к мусульманскому миру, поскольку родился на территории Казахстана и 45 лет занимаюсь. Побывал во многих странах и как востоковед, и образование. Поэтому я с его всем приветствую проведение этой конференции. Ему, быть, можно было назвать по-другому. Не Россия и исламский мир, а Россия как часть исламского мира. Это было более правильно. А то все выступающие говорят, сколько мусульман у нас. А получается, что мы как бы отдельно. Здесь исламский мир, а Россия не только как часть, но мы примыкаем напрямую. Все южные границы России проходят именно с исламским миром. И 90 лет назад новый советский режим установил дипломатические отношения сразу только именно с мусульманскими странами Турция, Иран и Афганистан. Не с христианскими, с западной Европой, не Дальний Восток, Япония, Китай, а именно с своими южными соседями. Конференция это очень хорошо. Но смысл конференции это правильно понять, что будет происходить в ближайшие годы. Прошлое мы можем оценить. Было много столкновений в Европе, в Азии. Но почему вот обострились факторы, связанные с исламским миром? Вы, конечно, тоже знаете, я не собираюсь делать здесь открытие, но мы должны это всегда иметь в виду. Это экономические проблемы. Географии вам не повезло. И нам. И Россия, и все исламские страны вместе владеют большей частью природных ресурсов. И в первую очередь это нефть и газ. За это идет борьба. Не советская власть волновала США, а получить больше доступ к ресурсам. То же самое сегодня. И бомбардировки Багдада, и натовские войска в Афганистане, и Каспии. Все это способ получить более нужный доступ к ресурсам и к транспортировке. В данном случае, как Афганистан или Пакистан. Поэтому, естественно, будут стараться это идеологически обосновать. Почему возникла исламская угроза, как на Западе не считают? Потому что как вот прийти в исламские страны, кстати, отдайте вашу нефть и газ. Но неудобно. Мы же живем в 21 веке. То есть надо показать, что это враждебные в чем-то страны. Что там есть какие-то боевые группировки. Это причина. Больше другой нету причины. И это будет все время. Нельзя сказать, что завтра это решится. Нет. Пока будет нефть и газ, и не будет другого источника энергии, допустим, водородное топливо, там, или на базе каких-то естественных продуктов, они будут бороться и с нами, и с вами. Вот это нас с вами сближает. Они нас сумели обмануть, навязав вот ту модель демократии, против которой уже выступил и сам наш президент на днях в сентябре. Что не функционирует как надо эта модель. Мы, к сожалению, скопировали точно, как они навязали. И вам они пытаются то же самое сделать. Они ссорят суннитов и шиитов, турок и курдов, провоцируют конфликт между Пакистаном и Индией, поджигают наш Кавказ, будут поджигать и Среднюю Азию. Но, слава богу, у них есть совесть. Они понимают, что ничего не получается. Они готовы уйти. То есть заслуга цивилизации современной, что западный мир все-таки умнеет. И они уйдут с Афганистана, уйдут с Ирака. Но, к сожалению, есть одно но. Вот Иран. Они туда и входить не будут. Но будут применять силу. Такое решение в Израиле принято уже, к сожалению. Вот в чем проблема. И что, добудется исламским миром, будет полная дестабилизация Ближнего Востока, и Кавказа, и по всему миру. Потому что кроме Запада есть вот это государство еще. И вот для этого и создали в 1948 году. Чтобы оно сыграло нужную роль спустя, может быть, многие-многие годы. Поэтому есть угроза. Конечно, мы все хотим стабильности, все хотим демократии, все хотим, чтобы не было противоречий, ни религиозных, ни этнических. Но это, к сожалению, разыгрывается карта. Потому что человечество уже умное. И просто так вот забирать чужие богатства неудобно. Поэтому, когда мы с вами хвалимся, сколько нас уже? Полтора миллиарда мусульман. Это хорошо, но это их пугает Запад. Когда мы говорим, что у нас много ресурсов, и очень быстро растут проценты в исламских банках. Это их пугает. Ибо их банковская система рухнула. И мировая валюта доллар рухнул. А если будет укрепляться исламская валюта, вот в те банковские системы, которые создаются. В Колумбии, они не хотят, чтобы были наркотики в Америке. Они уничтожили 200 тысяч гектар посевов трав для производства кокаина. А в Афганистане всего 157 тысяч гектар. Что они уничтожают? Это далеко от них. Это пускай русские травятся, и пускай больше будут боевики иметь денег от наркотрафика. Ну, простой пример. Сегодня техника позволяет все это уничтожить. Не хотят. Но чтобы мы с вами находились в напряженном положении. Вот я хочу в конце пожелать, чтобы мы с вами вместе преодолели. Чтобы 21 век не был борьбой христианского, я имею в виду западного, американского мира, против исламского и против России. Мы с вами вместе одно, одна такая великая общность. Чтобы был мир и благополучие. Сульф, Барыш, Бютюн, Мюслим, Алими и Чин. Чок Яша. Ислам Алими. 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 Алими.